Астанинский процесс продолжается. Но теперь уже в Сочи его участники собрались впервые с начала пандемии, чтобы обсудить ситуацию в Сирии. Дешевле некуда. Обиды для школьников подорожают. Уже с апреля цена чека вырастет на 30%. Летающая корова сегодня взбудоражила сети. Кому и для чего понадобилось мучить бедное животное? Теперь об этих и других событиях, но более подробно. Нарушения при госзакупках на 17 миллиардов тенге выявили в Казахстане. Всего за месяц сообщили на заседании правительством. По данным Минфина, в январе больше 70 тысяч процедур на триллион тенге охватили камеральным контролем. Проверки помогли избежать нарушений почти на 40 миллиардов в национальной валюте. На заседании также подвели итоги экономического развития страны. Итак, ВВП остается в отрицательной зоне минус 4,5%. Как отметил министр национальной экономики Осет Иргалиев, положительная динамика во всех отраслях реального сектора, за исключением горнодобывающей промышленности. Здесь снижение связано с сокращением добычи нефти более чем на 12% в рамках исполнения обязательств по соглашению ОПЕК+. Рост показателей отмечен в восьми регионах, а именно в Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Жамбылской и Костанайской областях, а также в городах Нур-Султан, Алматы и Шимкент. Отстают показатели на западе и севере республики. За первый месяц текущего года базовые отрасли экономики имеют тенденцию постепенного улучшения показателей. Устойчивая динамика отмечена в обрабатывающей промышленности. С начала года темпы роста составили 3%. Основными двигателями роста стали металлургическое производство, машиностроение, в том числе автомобилестроение, химическая промышленность, производство стройматериалов и фармацевтика. В сельском хозяйстве объем производства вырос на 2,5%. Говорили сегодня в правительстве о росте цен на продукты. Глава Нацбанка Ербулат Досаев сообщил, что удорожание ускорилось почти до 11,5% в январе. Он назвал регионы с самой большой инфляцией. Больше чем на 12% выросли цены на продукты в Карагандинской области. По непродовольственной инфляции лидирует Мангистауский регион. Показатель там почти 7%, при среднереспубликанском чуть больше 5%. Акиматам следует обратить внимание на стоимость растительного масла, сахара и яиц. Прокомментировал Досаев и прогнозы международных экспертов о том, когда наступит постпандемийный период. По оценкам это произойдет примерно через 7 лет. Отмечу сейчас, по темпам вакцинации лидирует Израиль. В этой стране уже привели 41% населения. В Великобритании показатель на отметке 20%, в США – 10%, в странах Европейского Союза – 3%. Однако большинство развивающихся стран к вакцинации даже еще не приступали. Глава Нацбанка подчеркнул, в минувшем месяце глобальные фондовые рынки снижались на фоне опасений, что экономика может замедлиться из-за повторных вспышек и задержек с распространением вакцин. Неравномерная и медленная иммунизация населения, появление новых штаммов и дополнительные ограничения будут сдерживать рост глобального спроса в течение всего 2021 года, заявил Ербалат Досаев. На 30% подорожает питание в школах Костаная. По новым расценкам, столовые начнут работать с четвертой четверти. Повышение в отделе образования называют вынужденной мерой, связывают это с инфляцией и стоимостью продуктов. Отмечу, школьный общепит возобновил работу с этой недели и пока в меню старые ценники. Едой в школьных столовых пахнет второй день. Возобновить горячее питание разрешили после улучшения эпидемиологической ситуации, но при условии соблюдения санитарных требований. Сделана разметка для соблюдения социальной дистанции, для того, чтобы ребята запомнили правила, как нужно подойти к столу раздачи, как правильно сделать заказ. На всех столах в столовой есть разметка, где можно учащимся садиться и питаться, для того, чтобы также соблюдать нормы социального дистанцирования. Между собой ученики дежурных классов не встречаются. У каждого свой график приема пищи. Да и в очереди за горячим стоять не нужно. Садятся сразу за накрытые столы. Детки приносят заявки, мы им накрываем на стол, и они приходят и рассаживаются согласно их классу. Не пересекаются, заходят они с одной двери, выходят в другую. Первое, второе и компот. Сейчас комплексный обед с школьником Кустаная обходится в 257 тенге, но уже в апреле поход в столовую подорожает. Сразу на 30%. Во-первых, мы давно не повышали стоимость питания. Во-вторых, цены на продукты выросли, очень выросли. Ну и, соответственно, инфляция, процент определенный повысили стоимость питания в связи с этим. По этим же причинам, по словам специалистов, цены вырастут и в столовых детских садов. Частично эта проблема не затронет сельские населенные пункты, где все расходы по горячему питанию детей на себя берут местные предприниматели. Наталья Строкова, Ермик Мухамедьяров, Кустанай, Хабар, 24. Месячный платеж по ипотеке в полтора раза превышает ежемесячный доход казахстанской семьи. Это при условии, что выплачивать кредит придется целых 20 лет. К такому мнению пришли зарубежные эксперты. За основу они взяли жилье площадью 90 квадратных метров. Отмечу, в международном рейтинге по доступности ипотеки Казахстан в этом году в аутсайдерах. Из 109 стран наша республика занимает 74 место. В среднем за год цены на новые квартиры в Казахстане выросли более чем на 8%. На 20,5% подскочила стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке. Значительнее всего квартиры подорожали в прошлом месяце. В январе цена на новую жилплощадь выросла почти на 4%. Более чем на 7% подорожало жилье на вторичном рынке. При этом из-за высоких расценок сложнее всего купить квартиру стало жителем Петропавловска. Там квадратные метры в новостройках подорожали почти на 80%. А вот в Атерау, Актау, Семей и Шимкенди цены на жилье наоборот снизились от 8,5% до 4%. Тот случай, когда крайне не повезло соседями. Больши грузами вывозили мусор из обычной квартиры в Уральске. Хозяйкой ее оказалась 76-летняя пенсионерка. Много лет соседи были вынуждены терпеть ее присутствие пристрастия, вернее к хламу. В свое жилище она складировала мусор со всей округи. Однако поделать ничего не могли, хотя и обращались во все возможные инстанции. Пожилая женщина никому не открывала дверь. Что скрывалось за ней, выяснила Роза Сатканова. В этой двукомнатной квартире буквально некуда ступить. Мусор здесь повсюду. Причем комната еще в очищенном состоянии. Отсюда вывезли два КАМАЗа мусора. Подумать только. Сложно представить, как вообще здесь мог жить человек. Хотя о том, что кто-то здесь жил, говорит, работающий холодильник и его содержимое кое-какими съестными припасами. А еще цветы. Судя по всему, за ними кто-то ухаживал. Удивительно, но они росли среди этого загромождающего пространства хлама. По мнению соседей, собирать мусор бабушка начала лет 25 назад. В многоэтажном доме появились тараканы, с которыми бесполезно борются по сей день, мыши и устойчивый неприятный запах. Не раз она затапливала квартиры. Взыскив из пенсионерки, отличавшейся крайне адекватным поведением ущерб, оказалось делом совершенно бесполезным. Практически всю квартиру затопила в 2005 году. 15 лет назад. И я к ней достучалась, тогда она еще открывалась. Сейчас она вообще никому не открывала. Она меня пустила в квартиру. От входа от квартиры до дивана была 20-сантиметровая тропиночка. Все остальное было уже завалено мусором. На днях она затопила в очередной раз. От воды пришлось отрезать весь дом. Свою мусорную баррикаду бабушка держала до тех пор, пока спасатели не вскрыли дверь. И только тогда сантехнику удалось устранить аварию. Участков вызвал бригаду неотложной помощи, которая забрала бабушку в психиатрическую больницу. Воспользовавшись ее отсутствием, квартиру решили очистить. Согласились на это лишь постояльцы центра адаптации. Однако понадобилась не только добровольная рабочая сила, но и спецтранспорт. Уже несколько дней ездим сюда. Мусор был под потолок. Вот паутина, вон тараканы. Вы такую квартиру когда-нибудь видели? Честно, не видел. Даже такого подвала не видел нигде. Все, я уже загружен. Сейчас следующий кокер. Мусора в этой квартире оказалось так много, что рабочие ее выносят уже третий день. Наша съемочная группа также решила помочь сотрудникам и внести свою лепту в очистку территории. Это не первый раз. Был один случай у нас, я помню. Мы тоже ребят направили, тогда 15 человек было, очищали тоже квартиру. Но мы тогда неправильно сделали, как можно сказать. Мы очистили квартиру, вынесли нам мусор, а за ночь эта бабушка заново занесла. Эти все вещи наши, весь наш труд обратно к себе в квартиру. Поэтому в связи с этим мы попросили ЖКХ, чтобы они приняли машину. И мы уже это все кидаем в машину, чтобы вывезти. Чтобы невозможно было занять заново занести эти вещи. Такие случаи у нас были, да. Мусор приходится выкидывать буквально с балкона, потому что он загроможден до нельзя. И рабочим не остается ничего большего, как выкидывать его с третьего этажа. А дальше, я думаю, его уберут сотрудники жилищно-коммунального хозяйства. Неоднократно писали везде. И в Акимат, и в ЖКХ, и везде. Мы хотим ее, чтобы вообще принудительно на долгое время на лечение отправили. Она возвратится, скорее всего. И опять все это начнет с начала. Мы не знаем, как нам быть дальше. И опасения жильцов оправданы. После лечения бабушку отправят обратно, домой. Об этом сообщили врачи Центра психического здоровья. Примечательно, что госпитализировали ее впервые. А жители тем временем обращаются к юристам и депутатам, чтобы отставить свое право на нормальную жизнь в собственном же доме. Это вопрос нерешаемый. Вообще, фактически его невозможно решить. Потому что у участковых нет полномочий. Собес, допустим, социальные органы тоже не могут сами зайти. То есть это должно быть какой-то близкий кровный родственник обратиться, допустим, в соответствующие полномоченные органы. Таковых нету. Еще второй момент. Она же пенсию получает. И кто-то за нее получает эти пенсии. Тоже надо проверять. Как выяснилось, родных у бабушки нет. Значит, признать ее недееспособность. Заниматься ее последующим лечением и оформлением в дом-интернат должны будут уполномоченные органы. Последние бездействуют и ссылаются друг на другу, уверены жильцы. А заложниками ситуации тем временем оказывается весь многоэтажный дом. Росаткану Руслан Газезов, Канат Махмудов, Уральск, Хабар-24. 13 нелегальных мигрантов депортировали из Карагандинской области. Все они граждане Узбекистана. В основном это трудовые мигранты, которые въехали в страну еще до пандемии коронавируса. Но вовремя не зарегистрировались. На усмотрение суда за такое нарушение законодательства грозит штраф в размере 25-месячных расчетных показателей, арест или депортация. Отмечу, после принудительного возвращения на родину гости без документов на 5 лет лишаются права въезда в Казахстан. За 2020 год по Карагандинской области было зарегистрировано 17 тысяч иностранных граждан. За отчетный период за январь месяц 1200 иностранных граждан прибыли зарегистрироваться в зависимости от цели пребывания. В основном пребывают трудовые мигранты, которые осуществляют трудовые действия у физических лиц. Странно-участницы астанинского процесса по Сирии собрались впервые с начала пандемии. За все это время сирийское урегулирование оказалось поставленным на паузу. Предыдущий раунд переговоров прошел в Нур-Султане в конце 2019 года. Очередная встреча должна была пройти в марте 2020 года, но из-за эпидемиологической обстановки ее неоднократно откладывали. 15-я международная встреча по Сирии сейчас проходит в Сочи. Минвестер работает наш собственный корреспондент Данан Нуржан. Она на прямой связи с нами. Дана, здравствуйте. Не помешали ли коронавирусные ограничения проведению международной встречи? И какие вопросы обсуждают участники астанинского формата? Добрый день, Сергей. Да, действительно, коронавирусные ограничения все еще существуют. Но, несмотря на них, здесь в Сочи удалось собрать всех участников астанинского процесса. Это представители, это делегация официального Дамаска, сирийской оппозиции, а также представители стран-гарантов. Россия, Турция, Ирана. И наблюдатели. Это Ливан, Ирак, Иордания, ООН. И, конечно же, представители хозяина астанинской площадки Казахстана. За то время, на которое был приостановлен переговорный процесс, накопилось действительно много важных проблем. И среди важных тем стоит отметить гуманитарную ситуацию в Сирии с учетом продолжающейся пандемии коронавируса. Стоит отметить, что в самом начале встречи страны-участницы отметили и важную роль Казахстана в качестве медиатора. Астанинский формат сам по себе, он до сих пор остается единственным механизмом, который позволяет принимать какие-либо решения и находить пути дальнейшего разрешения сирийского кризиса. Мы договорились с участниками мероприятия о том, что, ну, прежде всего, мы уделим внимание вопросам политического регулирования сирийского кризиса. Сопровождение работы Конституционного комитета в Женеве. Дана, а какие еще проблемы планируют обсудить в ходе этого раунда переговоров? Ну, вот в частности, поднимут ли вопрос о сирийских беженцах? Да, действительно, это одна из острых проблем сегодня. По данным российского внешнеполитического ведомства, сейчас 60% сирийских беженцев, которые находятся в европейских странах, не хотят возвращаться на родину. Всего полтора года назад количество таких беженцев было 19%, то есть не хотел возвращаться на родину каждый пятый сириец. За полтора года их число выросло в три раза. Всего же этот факт, конечно же, тревожит всех участников астанинского процесса и страны-рецепиенты. За время боевых действий с 2011 года Сирию покинули почти 7 миллионов ее граждан. В Турции, Ливане, Ярдании, Ираке и Египте, по данным ООН, находятся более 5 миллионов сирийских беженцев. И это действительно масштабная международная проблема. Переговоры в Сочи будут проходить два дня. Сегодня состоятся двух- и трехсторонние консультации, а завтра намечена пленарная сессия. Об итогах этой встречи мы ожидаем услышать уже завтра вечером. Сергей, на этом у меня пока все. Спасибо, Дана. Будем ждать с нетерпением подробностей. Напомню, прямой связи со студией из Сочи, где сегодня проходит новый раунд переговоров по Сирии, была моя коллега Дана Нуржан. В Великобритании заработали первые карантинные отели. В них уже начали размещать пассажиров, прибывающих из стран с высоким уровнем заражения. Прибывшим придется находиться в строгой изоляции в течение 10 дней. При этом проживание необходимо оплачивать за свой счет. Также сотрудники отеля обязаны ежедневно сдавать ПЦР-тесты. По данным британского правительства, для участия в программе обеспечения карантинной изоляции подали заявки 16 отелей, которые предоставят почти 5000 номеров. Отмечу, на данный момент в список стран с высоким уровнем заражения COVID-19 входят 33 государства, включая Португалию, Бразилию, Южную Африку, Объединенные Арабские Эмираты. Власти Австрии задумались над смягчением коронавирусных ограничений. Об этом накануне сообщил канцлер страны Себастин Курц. По словам главы правительства, Кабмин обсудит этот вопрос с 1 марта. Однако действующие правила будут сохранены вплоть до католической Пасхи, которую отмечают в начале апреля. Напомню, на прошлой неделе в Австрии отменили полный локдаун и ввели ограничения на передвижение в ночное время. В стране также открыли школы и магазины. Я думаю, что мы сможем держать под контролем распространение эпидемии, даже при открытых школах и магазинах. Однако некоторые ограничения все же придется оставить. Мы рассмотрим этот вопрос через две недели. Грецию впервые за 12 лет засыпала снегом. Холодный фронт Медея принес страну морозы и сильный ветер. Жители просят воздержаться от ненужных поездок. Непогода нагрянула и в США, из-за чего в некоторых штатах отменили авиарейсы. В Техасе, например, объявлен режим ЧАЭС. Подробности в нашем материале. Снег и морозы добрались до Греции. Столбики термометров упали до минус 20. В Афина, где еще недавно местные жители наслаждались теплой погодой, прошел мощный снегопад. Из-за снежных заносов на всей материковой части страны возникли перебои с электричеством. Перекрыты некоторые автомагистрали. Пожарным службам приходится спасать людей. Несмотря на то, что зимой на севере Греции в горах снег – явление обычное, на островах и в столице он выпадает нечасто. Я не видел такого лет 10-12. Много снега. Здесь у нас сугробы до 50 сантиметров, а там дальше – до метра. Из-за непогоды временно приостановили работу и аэропорты в нескольких американских штатах. В Федеральном авиационном управлении страны заявляют – отменены более трех тысяч рейсов. Причиной аномальных морозов, по сообщениям синоптиков, стала масса арктического воздуха, которая пришла из Канады и продвинулась южнее обычного. Больше миллиона жителей остались без света в Техасе, где температура в городах варьировалась от минус 15 до минус 30. Как отмечают СМИ, нынешние температурные значения рекордные для региона за последние 30 лет. Воду отключили в 8.30, потом выключили свет. На улице очень холодно, но мы стараемся пережить все это. А в Чехии, где также стоят сильные морозы, любители альпинизма решили воспользоваться непогодой и превратили скалу в настоящую ледовую стену. На это у них ушла почти неделя. Скалолазы перекачивали воду из ближайшей реки и обливали ею камни, чтобы получить сложный подъем. Впрочем, не забывают и о социальной дистанции. Альпинисты находятся друг от друга на расстоянии в 2 метра и одновременно могут подниматься не больше 20 человек. Это индивидуальный вид спорта. За время пандемии многие люди открывают этот вид спорта для себя. Перед морозами не устояло и Балтийское море. Впервые за много лет вода у его побережья покрылась толстым слоем льда. Ледовое поле достигает сотен метров ширину. По словам синоптиков, последний раз такое наблюдали еще в прошлом веке, когда зимы были намного холоднее. Зауреж Байгелова, Хабар, 24. И еще о непогоде. В шести регионах нашей страны объявлено штормовое предупреждение. По данным КАЗ «Гидромета», ухудшение погодных условий завтра ожидается в Акмолинской, Западно-Казахстанской, Костанайской и Жамбылской областях. В этих регионах возможен сильный ветер с порывами до 27 метров в секунду. А в столице синоптики прогнозируют низовую метель, гололед и туман. К другим темам. Авиационная администрация начала плановую проверку в Казакэр. Инспектировать будут деятельность перевозчика в сфере летной эксплуатации, проверят лицензии и сертификаты, а также проведут медосмотр персонала и проверят летную годность судов. Об этом заявили в Комитете гражданской авиации. Напомню, на днях с двумя самолетами Казакэр произошли аварийные инциденты. У обоих лопнули шасси. Из пассажиров никто не пострадал. Первый рейс должен был вылететь из Нур-Султана в Шимкен 12 февраля. Но при разбеге борта экипаж почувствовал толчок и взлет прервали. Второе судно 13 февраля успешно долетело из столицы Валматы. Толчок экипаж ощутил уже после посадки. Отмечу оба лайнера канадского производства. Выпущены самолеты были в 2019 году. В северо-казахстанской области острая нехватка медицинских кадров. В регионе больше 250 вакансий в сфере здравоохранения. Чтобы решить проблему, власти намерены повысить размер подъемных для молодых врачей. Все подробности у Нурголя Ахметова. Ко второй городской поликлинике прикреплены 82 тысячи человек. Это жители центра, привокзальной части города, рабочего поселка, микрорайонах Капай и Береке. Нагрузка у здешних врачей колоссальная, сказывается и дефицит кадров. Медучреждению не хватает 17 специалистов, в основном врачей общей практики, а также акушеров-гинекологов, рентгенологов, кардиологов, отоларингологов. Чтобы оказывать населению весь необходимый, спектр услуг докторам приходится совмещать. А из-за пандемии возникла необходимость создания отдельных мобильных бригад, куда пришлось задействовать имеющихся медработников. В прошлом году прибыло 7 врачей, 4 врача-терапевта прибыло, 2 врача-кардиолога прибыло и врач-невролог прибыло в поликлинике. Подъемные были 500 тысяч неге. И когда мы уезжаем сюда на ярмарку вакансии, когда мы говорим, что у нас подъемные 500 тысяч неге, у нас очереди нет. В основном все остаются нефтяные, Актау, Атерау, где они до 2 миллионов дают. Нехватка врачей – это проблема не только этой поликлиники, но и целого региона. Во многих селах тоже некому лечить. Власти решили принять беспрецедентные меры и увеличить размер подъемных для молодых специалистов сферы здравоохранения. Им теперь планируют выплачивать по 2,5 миллиона тенге, независимо от того, где они решат работать – в городе или в сельской местности. Возможно, такая финансовая поддержка позволит привлечь на север выпускников медицинских вузов. Нехватка специалистов сферы здравоохранения по Северо-Казахстанской области составляет 250 единиц. Это и узкие специалисты, и врачи общей практики. В прошлом году в область прибыло 72 специалиста. В основном они в данный момент работают в сельской местности. В этом году на отчетной встрече Аким области сказал, что будет подъемные 2,5 миллиона. В данный момент идут финансовые, экономические подсчеты. В Петропавловске сейчас возводят два медучреждения – современную многопрофильную больницу и поликлинику в микрорайоне Береке. Задача стоит не только своевременно достроить эти объекты, но и укомплектовать их медицинскими кадрами. Нургуль Ахметова, Руслан Алиев, Хабар 24, Петропавловск. Летающая корова сегодня взбудоражила сети. Кому и для чего понадобилось мучить бедное животное? Ответ на этот вопрос искали полицейские. Они внимательно изучили любительское видео и установили место, где все произошло. Оказалось, что буренку пытались поднять на крышу одной из новостроек, чтобы принести в жертву. Для этого строители использовали башенный кран. Зачем? Они объяснили уже правоохранителям, которые и записали видео с извинениями. Крыша новостройки была выбрана в качестве места для забоя животного. Все участники инцидента уже установлены. К сожалению, судьба коровы к тому моменту уже была предрешена. Хотел бы принести извинения обществу по поводу этого происшествия. Намерения были благие. Это Хурбанда с последующей передачей мяса малоимущим. Но еще раз извиняюсь за этот инцидент. Стая тюлени вернулась на северное побережье Франции. Млекопитающие почти исчезли в 70-х годах. Тогда их истребляли рыбаки. После власти взяли животных под охрану. Сейчас за ними наблюдают зоологи, чтобы вовремя заметить травмированных особей или брошенных детенышей. Они поступают в специальный приют, откуда их отправляют в естественную среду. По данным экологов, за последние 30 лет поголовье серых тюленей выросло на севере республики больше чем на 14%, длинномордных на 20%. И у меня на этом все. А сразу после небольшой рекламы смотрите очередной выпуск программы «Акимы». Журналист Асхат Ниязов побывал в селе Бишкуль северо-казахстанской области. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»